На футбольном поле хозяйничает тяжелая техника. На стадионе, которому больше полувека, стартовала глобальная реконструкция. Здесь появится искусственный газон, новые трибуны, беговые дорожки и скейт-парк. События для округа и для всей Анапы очень значимые. Вообще мы не ждали. Это случилось с приходом нового инвестора на наше предприятие в совхоз имени Ленина, когда приобрели из торгов группа компания «Риант». С этого момента начались позитивные изменения. Я очень рад, что на территории округа появилось предприятие, которое надежное, уверенно стоит финансово на ногах. Мы уже на примере виллы Арестова знаем, что если люди берутся за дело, то они доводят его до конца. И качество выполняемых работ шикарное просто. Перед подрядчиком стоит амбициозная задача. Обновленный стадион должен отвечать высоким требованиям, чтобы на нем можно было принимать соревнования всероссийского уровня. Особый акцент на пляжных видах спорта. В Виноградном появится площадка для футбола на песке и две для волейбола. Такие объекты сами строители возведут впервые. Сейчас будут наращиваться темпы и будет порядка, наверное, до 30, может, до 40 человек плюс единицы техник. Ну, наверное, штук 20. В любую погоду продолжаются работы? Ну, будем максимально стараться сделать в срок, соответственно, да. Также для спортшколы «Алим» построят отдельное административное здание с комфортными раздевалками и душевыми. Новый стадион уже летом станет настоящей точкой притяжения и для гостей Виноградного, и для местных жителей. Конечно, мы рады, потому что это для наших же детей, внуков. Поэтому для нас это хорошее событие. Летом внуки приедут, уже будут наслаждаться новым стадионом. Из-за расширения спортивного функционала с территории стадиона придется убрать детскую площадку. Но эта проблема решена. Буквально в минуте ходьбы от спорткомплекса застройщик уже поставил новую. Субтитры создавал DimaTorzok